Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design, я Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим о том, как зарабатывать дизайнеру, дизайнеру одежду, дизайнеру принтов. И это очень частый вопрос, когда ко мне приходят, вот вы предлагаете курсы, а что я потом после этого буду делать? Здесь, конечно же, очень многое зависит от вас и о чем именно я говорю. У меня студенты очень разные люди и с разным бэкграундом. Приходят профессиональные дизайнеры, которые уже имеют высшее образование, уже работают как дизайнеры и просто повышают свою компетенцию. Это отдельная категория. Приходят конструкторы и технологи, тоже профессионалы, это другая категория. У меня есть отдельный блок преподавателей, которые преподают в курсах, колледжах, некоторые даже в университетах. И эти люди набирают опыт для того, чтобы его передавать студентам. Это третья категория. Есть еще четвертая категория. Люди-новички, которые не связаны с миром моды, пришли и хотят набирать опыта. Это четвертая категория. Можно еще и выделить пятую. Те, кто умеет уже шить, ну, сами научились, может быть, на курсах, нет специального образования, но в швейной истории знают и понимают. Это пятая категория. Вот эти вот пять категорий, они все разные и к каждой категории нужно подходить по-своему. Если вы закончили курс и хотите действительно работать дизайнером одежды, одного моего курса будет мало. Вам нужно знание конструирования, знание технологии, понимание, как формируются тренды, уметь это все анализировать. Это полноценное образование дизайнера. И, соответственно, вот это включает в себя работу по найму в компании. Туда же идут и конструктора, и технологи, как правило, просто получают расширенную базу, могут уводить потом их на фриланс. Я сейчас отдельно про это поговорю. Где искать вакансии? Ну, здесь я не буду супероригинально. Открываете сайт. Я нахожусь в России, поэтому буду показывать российские сайты. Если вы находитесь в другой стране, вы наверняка знаете сайты по поиску вакансий, и на них вам стоит обратиться для того, чтобы, соответственно, посмотреть, что предлагают в вашем регионе. Я зашла на сайт headhunter.ru и ввела дизайнера одежды в поиски. Вот что мне выдает. Смотрите, ассистент дизайнера одежды, дизайнер женской классической одежды, дизайнер женской одежды, даже вот отклик без резюме. То есть это мы говорим с вами о работе по найму в офисе. То, куда можно пойти. Почему все равно важно отучиться на Adobe Illustrator и Adobe Photoshop, куда мы сейчас с вами не смотрели, да, на какую-то вакансию. Все равно у нас будет с вами, вот оно даже жирным выделено, да, нужно обязательно знать. Но тут и опыт работы, и опыт работы в женском производстве. То есть каждая вакансия будет иметь такую вот свою особенность. Ну, давайте детскую одежду посмотрим. Важно отправить ссылку на портфолио в сопроводительном письме. Так, Эко-лайф, эксклюзивная коллекция лицензионной детской одежды. Что от нас будет требоваться? Высшее образование по специальности дизайн костюма, хороший вкус, опыт работы, свободное владение. CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Excel. Понимание производственных процессов и знания в области конструирования технологий. Вот то, о чем я говорила. То есть, если уже есть база, то вот вы можете рассматривать вариант работы на полный день. Это для профессионалов, конструкторов и технологов. Кто преподает, они сами знают, чем им заниматься. Там все четко уже сделано. Дизайнер верхней детской одежды. Опыт моделирования, профильное высшее образование, английский изнык, знание технологий, оформление технической, а точнее технологической документации, высокая работоспособность, свободное владение CorelDRAW и Photoshop. Иллюстратор не написан, значит, в фирме стоит CorelDRAW. Но CorelDRAW и Adobe Illustrator это аналоги. Оба векторных редактора, в принципе, перепрыгнуть с одного на другого более чем возможно. Тут главное захотеть. Так, смотрите. Высшее образование, знание компьютерных программ на высоком уровне, иллюстратор Photoshop, опыт работы дизайнером одежды. Это вот мы с вами рассмотрели, такой первый блок. Посмотрим только один сайт, их много можете любые посмотреть. И вот по уровню зарплат тоже очень многие стоят без ценника. Соответственно, как себя заявите. Иногда это очень неплохой способ. Вы заявляете цену ниже той, которую предлагает работодатель, но говорите честно, что у вас нет опыта дизайнером. То есть вы готовы очень сильно работать, очень сильно учиться, получать за это меньше денег. Так, если вы продержитесь хотя бы полгода, вы получите просто бесценный опыт, и потом уже можно переговорить о том, чтобы вам подняли зарплату, либо же уволиться, перейти в другое место. Это такая и есть рабочая система. Лучше, конечно, год продержаться. Все начинают. Все когда-то были студентами, я тоже не исключение. Я выпустилась из вуза без опыта работами, куда-то нужно было устраиваться. Я ходила, просто стучалась во все двери, спрашивала, как, что, хочу. Отправляла сотнями свое резюме, и у меня было портфолио только мое студенческое. Ну, соответственно, вот в итоге нашла. То есть я сначала пошла адресовщиком в Uncity, потом перешла в Austin, и вот как бы в этих компаниях уже нормально работала, получила полноценный опыт. Но сначала, конечно же, нужно понимать, что без опыта вы, скорее всего, провалитесь по деньгам. Но у меня было образование, то есть я понимала конструирование, я понимала технологию, у меня просто не хватало опыта. Но у меня уже был опыт фриланса. И, соответственно, мы с вами переходим, таким образом, на второй наш этап. Это поиск работы по фрилансу. По фрилансу его можно искать разными путями. Наверное, самые популярные сайты сейчас на российском рынке – Profiru, Udu. И фрилансер, но он, по-моему, немножечко сдуваться начал. FL он называется. Вот, фриланс, биржа удаленной работы. Здесь нужно постоянно сидеть и смотреть возникающие новые дизайнер одежды. Того, что возникает, какие запросы будут. То есть прям садитесь и четко мониторитесь, регистрируйтесь, как наемный работник. У меня здесь нету регистрации, я вам не могу войти показать. Но я знаю, что таких дизайнеров очень много. Дизайн одежды. И вот, смотрите, разработаю дизайн одежды. Это вы как заказчик можете выступать, а можете выступать и как, соответственно, исполнитель. Особенности работы с биржами фриланса. Я их оставлю тогда, чтобы вы все их могли посмотреть. Вам нужно обязательно зайти, максимально заполнить свой профиль. Желательно положить свою фотографию. Знаю, что многие не любят этого делать, но анкеты с фотографиями намного лучше заходят. И вашу фотографию. Не фотографию, там бабочки, цветочка, а свою, чтобы люди видели, с кем они общаются, что это за человек. Быть на связи и понимать, что это полноценная работа. Возможно, первые 5-10 заказов себе поставить птичку, может быть, не очень объемные, но взять их либо по минимальной цене, либо вообще бесплатно за отзыв от работодателя. Для того, чтобы у вас наработался вот этот вот опыт положительных отзывов. И вы смогли дальше уже работать. Еще хорошая биржа Upwork. Это американская биржа. На ней можно зарегистрироваться. Кстати, вот сейчас в России закрыли PayPal. И вопрос, как вывод средств будет у вас осуществляться. Раньше они на PayPal выводили. Вот здесь тоже регистрируйтесь, создаете свой профиль. Видите, все с фотографиями. То есть оплата почасовая. У них есть почасовой вот этот лимит. То есть вы можете показать, что вы сейчас работаете, и за час вы там возьмете 30 долларов. Что-то вы работали там полтора часа. Соответственно, 45 долларов вам за эту работу должны заплатить. У них это все очень хорошо отлажено, все чисто. Тоже пишут отзывы. Пишите свой, лучше один-две специализации. Ну, как бы не нужно очень широко писать. И откликаетесь на, соответственно, то, что вам предлагают. Постоянно-постоянно мониторить. Это тоже работа. И вот с фрилансом хотела особо отметить, если вы, как начинающий, только после курсов, хотите уйти на фриланс и жить только фрилансом, вам нужно понимать, что где-то около полугода нужно себе заложить на наработку клиентской базы. Фриланс – штука неоднородная, и поток денег, он не будет как на работе. То есть у вас может один месяц залететь, второй – попасть в яму. У вас сегодня может быть заказчик, завтра не быть. И вам нужна подушка безопасности, которая хотя бы два месяца вам будет перекрывать, чтобы если в один месяц вы влетели, вы могли из этой подушки жить, а потом уже ее обратно компенсировать. Мой совет такой, что если вы решили уходить на фриланс, вы остаетесь на основном месте работы, если она у вас имеется, даже если вам она не очень нравится. Делайте себе подушку безопасности хотя бы на два месяца. В идеале на полгода-год должна быть подушка, но хотя бы на два месяца. Это вот для фрилансеров. И начинаете искать себе заказчиков. Понимаете, что вот эти полгода-год вы будете работать на свою репутацию, на свое имя для того, чтобы они у вас появились. Никакого волшебного ключика здесь нет. Волшебный ключик – терпение, усидчивость и труд. Постоянная работа, понимание того, что вам нужно сесть и вложить в это себя, вложить в это свое знание, свое умение, свое трудолюбие, чтобы люди это оценили, написали вам положительные отзывы. И тогда другие люди будут видеть, что вы хороший исполнительный человек, что вы постоянно все делаете. С вами можно иметь дело. Плюс, таким образом, наработаете себе базу. Где еще можно брать именно заказы по фрилансу? Конечно же, это социальные сети. У меня есть Инстаграм, и мне постоянно туда пишут. И я последнее время практически занимаюсь благотворительностью. А я передаю заказы своим студентам. То есть, вот это мои студенты делают. И если мне пишут какие-то запросы, что мне нужно разработать капсулу, мне нужно разработать принт, там мы ищем дизайнера, мы там школа шестья, нам нужно что-то отрисовать, я, конечно же, предлагаю своих девочек. И они туда идут. Для них это опыт, притом оплачиваемый опыт. Иногда, конечно, это стоит дешевле, чем по рынку, потому что, ну, люди только начинают. Да, это ваш первый заказ. Вы вообще никогда этого не делали. А тут такая шикарная возможность. Вы кладете себе это в портфолио. Это может быть Инстаграм. В Инстаграме нужно ввести профиль и следить за тем, чтобы у вас все было хорошо и красиво. Показывать свои работы, рассказывать, что и как. Ну, поскольку я, в принципе, занимаюсь дизайном одежды, мне, естественно, пишут просто постоянно в силу того, что я постоянно присутствую в этой сети. Также YouTube, это может быть. Я снимаю, рассказываю какие-то ролики, и мне люди пишут с заказами. Честно могу сказать, сейчас редко беру, потому что очень высокая загруженность, а индивидуальная работа с заказчиками требует, ну, и эмоциональной вовлеченности, и вовлеченности в процесс, чтобы получилось то, что хорошо, большое согласование. Поэтому крайне-крайне-крайне-крайне избирательно. Передаю, как правило, своим студентам. Никогда никто на качество не жаловался. Я остаюсь ментором, то есть студент делает, я менторю. В общем-то, все всегда у нас хорошо. Ну, Facebook в меньшей степени дает заказчиков, LinkedIn частично заблокирован в России, только через VPN, контакт, то есть, ну, все социальные сети, возможно, сейчас и TikTok. Ну, вот, нет у меня такого опыта, не могу пока его оценить. Там создаете свой профиль, рассказываете, кто вы, что, показываете свои работы, и со временем у вас, конечно же, на него начнут приходить заказы и клиент. Это, опять же, работа. Это не будет по щелчку, просто так вам не свалится. Сколько брать за работу? Сначала начинаете с ним большой суммы, а потом будете ее растить по мере роста вашей профессиональных навыков. Понятное дело, что если там вот, ну, мой студент, который только пришел и закончил курс, и его просят отрисовать принт, и я, у которой высшее образование в дизайне, там, больше 10 лет опыта в дизайне, я там профессионально владею всеми программами, цена разработки у нас будет, ну, просто разная. Это естественно, то есть, потому что разный опыт, разный подход, это тоже нужно себе закладывать. Что еще, где вы можете зарабатывать? Есть сайты, на которых можно размещать свои готовые дизайны и их продавать. Ну, Shutterstock, я думаю, знают все. При этом, насколько вот я общалась недавно с людьми, они сейчас очень сильно понизили выплаты для авторов. Здесь можно загружать разные материалы, ну, вот, например, сейчас рождественская тема идет, да, от фотографий до векторных рисунков и всего остального. Выхлоп не очень большой, по-моему, около 10 долларов за одно скачивание вашего дизайна. 10 центов, не долларов, а 10 центов. Вот. Действительно, сейчас развивается очень активно интеллектуальное право в интернете, ну, авторское право, оно и до этого было, просто им очень многие пренебрегали. И вот банки с изображениями, которые можно скачивать, это очень удобно, очень здорово. Я рекомендую этим, соответственно, пользоваться. И можно здесь зарегистрироваться. Их вообще много. Ну, Shutterstock вот самый известный. Для тех, кто занимается принтами, это Patternbank. Один из моих, наверное, любимых сайтов. На нем всегда можно посмотреть тренды по принтам, какие есть принты, как это все оформляется. Кстати, одна из моих учениц тут тоже есть. Они очень приятно сразу показывают ваш принт, как будет смотреться на изделии. У них такая политика. Вы им пишете, регистрируетесь, отправляете им работы на проверку. И они вас либо принимают, либо не принимают. Здесь тоже есть такой момент, что если вы там что-то отправили, во-первых, не факт, что вас примут, а во-вторых, это постоянная работа. Не то, что вы выложили один какой-то принт, и после этого вы постоянно живете на одном этом принте. Нет, вам нужно будет постоянно работать, постоянно их добавлять и обновлять, следить за трендами. Вот видите, тренд на грибы. Вот, пожалуйста, самые разнообразные варианты грибов. То есть это все нужно будет постоянно следить. Это не совсем пассивный заработок, это достаточно активная работа, чтобы у вас там все было. И будет, конечно же, высокая конкуренция. Здесь есть два типа лицензии, эксклюзивная и неэксклюзивная. Неэксклюзивная, когда ваш принт могут купить много раз, и вам, соответственно, оплата будет не очень большая. Есть эксклюзивная, по-моему, она 100 фунтов стоит. Вам сразу перечисляют 100 фунтов, и ваш принт забирают, и больше вы передаете авторские права, больше вы не имеете права использовать, и человек его получает в единовластное пользование. Это все здесь обговаривается. В общем-то, очень хороший сайт для работы, для развития, но здесь тоже очень высокая конкуренция, в этом надо иметь в виду. Есть еще такие сайты, как Design by Humans. Design by Humans. Это вот целый класт сайтов для тех, кто хочет разрабатывать свои авторские принты и размещать их на футболках, чашках и так далее. У них здесь капча стоит постоянно. Сейчас пройдем, чтобы можно было показать вам то, что там происходит. И, соответственно, как это работает? Вы здесь создаете свое личное пространство, делаете принты, и они печатают ваши принты на футболках и отправляют. То есть вы не владеете производством, но создаете принты и получаете как бы ваши готовые принтованные изделия. Вообще этих сайтов очень много. Я оставлю тогда списочек сайтов под видео, чтобы вы могли посмотреть. Это тоже полноценная работа. Нужно постоянно регистрироваться, смотреть, делать. Ну, то есть если вы просто туда что-то загрузили, там 5-10 картинок, то, возможно, у вас случится случайная продажа, это будет дополнительно приятный бонус. Но если вы хотите на этом зарабатывать, этим нужно постоянно активно заниматься. И это нужно прекрасно понимать. Здесь вот видите, здесь и тематики есть, трендовые дизайны, фэнт-шопс. Вот разные, разные, разные. То есть вы придумываете и туда все это заливаете. Еще есть Behance. Это сайт для размещения портфолио. Но я, конечно, рекомендую и туда, и сделать портфолио в PDF-формате, который вы сможете рассылать. В принципе, то, что мы делаем на курсе, эти работы вполне подходят для оформления портфолио, показать, что вы умеете рисовать и художественные эскизы, и технические эскизы, и схемы. Сейчас я покажу то, что делают девочки. Оно на сайте все размещено. То есть вот и можно посмотреть по наполнению курса, он достаточно объемный. И потому что потом делаем художественный эскиз, технические эскизы, схемы, дизайн-описание. Это все есть в курсе, и это вы уже освоите, и вы будете уметь делать. Это вот более продвинутые, там, кристаллы. Есть, где мы разрабатываем принты. Это отдельные блоки. Кружева рисуем. Все-все-все есть. То есть на курсе, пройдя его, вы получите вот эти навыки и знания, и сможете их разместить. То, что я вам говорила, вот эти пять категорий. Если у вас навык только рисунка, то вам будет немножко проблематично идти именно в дизайн одежды, потому что в дизайне одежды требуется понимание технологии конструирования. Если мы рисуем выточку, если мы рисуем складку, оборку или защип, вы должны понимать, что это такое. Одним курсом закрыть это все я не могу, и я сразу об этом предупреждаю, то, что, да, я учу рисовать одежду, я учу это делать в Adobe Illustrator. Но если у вас не хватает бэкграунда, если у вас нету вот этой вот жесткой базы того, как и что делать, то для вас это будет достаточно проблематично, поэтому имейте в виду. То есть все равно нужно будет посмотреть какие-то книжки по технологии, по конструированию. Ну, либо можно разбиваться в сферу принтов. Вот у меня моя ученица именно по фотошопу, Мария Елмаз. Мы сейчас ее найдем. Она делает прекрасные вещи в инстаграме. Соответственно, вот пример человека, который занимается акварелью, который прекрасно этим владеет. У нее не было никакого швейного бэкграунда. Она мечтала всегда о своей марке текстиля. Соответственно, сейчас она разрабатывает платки. Это вот ее авторские платки просто безумной красоты. Шелковые она печатает на них. Она делает домашний текстиль и сотрудничает сейчас с фабрикой для того, чтобы они печатают ткани с ее принтами. Она печатает текстиль. И она также представлена на паттерн-банке. То есть суммарно это дает вот такой интересный эффект. Конечно, это не одним днем сделалось. Это длительная, красивая работа. Вот можете посмотреть, что она делает. поэтому надо быть готовым к тому, что курс это здорово. Он даст вам основу, он даст вам базу. Но если вы сами не будете двигаться, не будете работать и не будете дальше как-то это развивать, оно вам не даст прибыли, потому что это все-таки от вас зависит. Что я делаю со своей стороны и что мы делаем с девочками. У нас очень активная группа WhatsApp закрытая, которая именно студенты там присутствует и техническая поддержка. Больше там никого посторонних нет. Я туда по мере появления скидываю возможности и вакансии. И сейчас уже пошла такая тенденция, что девочки, когда у них тоже появляются какие-то вакансии где-то у знакомых или еще что-то, тоже их туда скидывают для того, чтобы люди могли эти вакансии воспользоваться. Когда-то это просто заявка на отрисовку, когда-то это действительно можно пойти куда-то поработать. Опять же, это зависит от вашего местоположения, потому что у меня местоположение от Австралии до США. Понятное дело, что это есть вакансия в Санкт-Петербурге, она им просто не актуальна. А если это онлайн-школа по пошиву нижнего белья и они предлагают разработать схемы для этого нижнего белья, это другой разговор. То есть это всегда вот оно по-разному. Есть локальные в этом в Телеграме. В Телеграме есть каналы, на которых публикуют вакансии по дизайну и по разработке. Но, в общем-то, все остается тем же самым. Кто вы, какой у вас пэкграунд, сколько вы готовы туда вкладывать. И еще раз повторюсь, все очень зависит от вас. Вам дается основа, вам дается база, как вы ее будете использовать, это уже от вас. Готовы ли вы потратить на это полгода, готовы вы нарабатывать опыт именно недорогими заказами, брать их, и чтобы у вас были отзывы, готовы ли постоянно вести социальные сети, а не так, чтобы вы туда выкинули одну картинку раз в месяц и все, и ждете, что на вас заказчики полетят. Не полетят, это высококонкурентная ниша, и вам нужно показать, что вы классный, что вы работаете, что вы делаете. Поэтому вот такая вот история. Можно после курса устроиться на работу, можно после этого получать хорошую прибыль, можно, но это зависит во многом от вас. Я это делать умею, я могу этим зарабатывать, я этим зарабатываю, и, соответственно, у меня там есть тоже мои любимые заказчики, с кем мы работаем и так далее. Сможете ли вы, это вопрос ваш, как вы готовы, насколько вы готовы туда вложиться. Я в это вкладываюсь уже 15 лет, естественно, у меня есть отдача. Если вы только-только начали, нужно понимать. И, как всегда, не рубите с плеча, если сейчас есть работа, пока работаете, наращивайте себе базу заказчиков, на которую вы сможете уйти, иначе можно уйти в большую финансовую яму, проклинать фриланс и потом говорить, что вам там как бы вообще не понравилось. Такое очень может быть. Лучше нарастить базу заказчиков, иметь хотя бы 4-5 постоянных клиентов, которые к вам возвращаются, и уже на них уходить, и потом, когда вы ушли с основной работой у вас освободилось дополнительное время, еще набрать в этот пул заказчиков, чем уйти с работы, сказать, все, я фрилансер, начать везде шуршаться, в первый месяц, возможно, у вас и не случится, много заказов, 1-2, там, перебьетесь как-то, и остаться как бы ни с чем, и потом резко начать искать работу. Вот такой момент. Можно зарабатывать? Можно. Можно много зарабатывать? Можно. Можно зарабатывать в долларов, можно зарабатывать в евро. Это все можно, возможностей очень много, но все зависит от вас. Я даю вам возможности, я даю вам навыки, я даю вам руку помощи и волшебные пинки, которые мои девочки постоянно получают в группе WhatsApp. Думаю, что скоро введу программу менторства, то есть мы будем с человеком разбирать его желалки, его хотелки и выстраивать конкретный путь, что ему нужно будет сделать, чтобы туда дойти. Идти будете сами. Я за других идти не буду. У меня есть свои две ноги, у меня свой путь. Я могу именно помочь определить этот путь, помочь посмотреть куда и быть таким человеком, который помогает не съехать с пути, который поправит, успокоит, чем-то поможет и проговорит, как это можно сделать. Если у вас появились вопросы по этому материалу, он не красиво упакованный, а именно в плане информации, я оставлю ссылочки под видео, чтобы вы могли сходить посмотреть на разные ресурсы, где, как и что. Так что сайтов очень-очень много, но не беритесь сразу за все, возьмите 2-3 максимум, иначе вы захлебнетесь объемом и не сможете. Очень многие ресурсы, такие, как Patternbank, требуют эксклюзивности продукта, то есть вам нужно делать что-то конкретно под них, вы не сможете это потом еще везде использовать. Внимательно читайте условия и соглашения, там тоже очень много всего интересного написано. Если не знаете английский, если это не то, что вам нужно сидеть с кем-то разговаривать, Google Translate вам в помощь, он хорошо переводит, вы поймете о чем. Не бойтесь совершенствоваться, не бойтесь расти. Жду ваши вопросы, с удовольствием на них отвечу. Ставьте лайк, если понравилось такого рода видео, я готова с вами общаться и делиться опытом, рассказывать что-то новое. С вами была Чайковская Екатерина. Не забывайте подписаться на мой канал. Пока-пока.